Нет ещё. Ага. Ещё секундочку ждём. У нас получается не так-то много, да? Да, увы, ещё я через какое-то время отворюсь. Правда, обещают не надолго, но не знаю. Ага. Ясно. Будем надеяться, что не отвлекут серьёзно. Да-да. Так, так, так. Не удалось ни с кем сведернуться практически. Да, со стадиями. Ну что ж, давайте мы с вами начнём. Птичек включили. А у меня за окном. Отлично, Гарлана. За окном отлично, да? Чаёк приготовили? Да. Кофеёк я. Классно, я тоже, я кофеёк тоже приготовила. Давайте поднимём за нас с вами бокалы. За то, что мы с вами собрались. Несмотря на то, что, в принципе, у нас сейчас идёт такой отдых от активного творчества. И я хочу, чтобы сегодняшний день, сегодняшняя наша встреча, она дала некоторый такой приятный толчок вперёд, совсем лёгкий. И подготовила даже такую речь. Дорогие мои чудесные мастерицы слова. Вокруг нас много красок, много голосов, много образов. Они все рядом, но слова на разных экранах. Вот справа забил, допустим, соловей, слева расцвёл ландыш, а там вдали облако похоже на кошечек или на кораблик. Он плывёт и меняется. И чтобы всё это увидеть одним взором, важно уметь поставить эти экраны рядышком, сделать их объёмными. Ну, вот какой-то коллаж из образа. И он постепенно создаёт общую картинку. Когда мы видим только одну картинку, у нас и видение однобокое. А когда много их, и все они рядышком, тогда и картинка получается объёмным. Поэтому я нам желаю всем научиться пользоваться этими многоуровневыми и объёмными экранами, чтобы произведения наши вообще любили. Неважно, это писательские произведения, рисованные или ещё какие получались настоящие миссии. Давайте, глотнём чайку-кофейку. И вперёд. Так, сколько же нас сейчас? Нас пока четверо, да? Можно быть, кто... А? А, товарищ один, спрошу, вы сказали мне развлекать. Спрошу около окна, и что ты дальше, я его не вижу. Да? Так, вот, похоже, звонят. Пришли гости. Вот так вот. Вот такая вот у нас с вами встреча. А я на самом деле хотела предложить сегодня одарить каждого приятностью и подарить доброе слово. Каждому, кто здесь есть. Конечно, я не думала, что у нас будет совсем чуть-чуть. И тем не менее. Давайте сейчас каждый и каждому скажет по комплименту. Ну, так, буквально пару слов, а я начну. Я, пожалуй, скажу не только тем, кто здесь есть. Я скажу почти всем. Наверное, почти всем. Пусть они даже нас не слышат. Ну, хотя бы они будут знать где-то там на каком-то уровне, что... О, Антонина к нам присоединилась. Тоня, привет. Итак, хочу сказать... Добрый день. Добрый день, Тонечка. Хочу сказать приятные слова каждому из вас. Начну, пожалуй, я с Ани. Аня, ты наша школа. Вот для меня, по крайней мере, ты целая школа. Я учусь у тебя организованности и разносторонности. Как вот ты соединяешь вещи, совершенно невообразимые в одно целое. Для меня это восхищение. Катя. Ты для меня учитель в плане открытия самого дальнего и еле видимого экрана. Смыслов. С тобой поговоришь и начинаешь видеть какие-то неведомые дали. Которые абсолютно раньше не замечал. Антонина, ты наш мастеринчик, который может организовать и склеить вообще все, что угодно, абсолютно далекие вещи. Спасибо тебе. Ирина, рупор честности и открытости. Вы обнажаете то, от чего хочется обычно спрятаться. Поднимаете такие темы, которые многие избегают. И спасибо, что вы их обнажаете. Таня Уварова. Нет с нами. Это наш активист-марафонец, который пишет такими темпами невероятными. Восхищаюсь и поражаюсь. И при этом строгий учитель. Катя к нам присоединилась. Катя, привет. Скажу про Катю. Катя для меня не такой... Всем привет, меня слышно? Да, тебя слышно, Катюш. Ты для меня такой вот тайный психолог. Человек, который настолько тонко чувствует людей, что я порой бываю в шоке от такого чувствования. Таня Трунова. Мягкий путеводитель в какие-то красивые миры. Я всегда после общения погружаюсь в какой-то цветник красоты. Боли тоже нет. Но это тайный вдохновитель детскостью. После общения всегда получают заряд игривости. Пожалуй, больше с нами, наверное, никого бы и не было, да, сегодня. Спасибо, что вы рядом. Вы такие классные. И можно я передам сейчас эстапетку? Давайте Кате ее передам. Не против, Кате? Какой Кате? Пани. Спасибо большое за такие теплые слова. Я прям даже не готова. Комплименты. Это что-то такое красивое. Наверное, я сейчас не смогу подобрать слова. Но я всем очень благодарна за нашу компанию. Прям вот собрались вот особенные люди. Непростые люди. Мы все вот что-то привносим. И что-то очень многое значим. Такие разные грани. Создаем что-то вот одно целое. Это вот просто вот невероятно. Так здорово. Я вообще так рада, что мы все вместе встретились. Вот так вот. И что-то вместе творим. Большая, просто огромная благодарность вот за это. Всем вам, что вы пришли, что мы встретились. Что мы нашли друг друга. Спасибо, Катя. Кому передашь эстафетку? Эстафету передам Ире. Ира, наверное, отошла. Тогда Аня. Меня слышно? Да. Ну, я тоже не была готова. К какому плану стал быть? Вот. И вот, кстати, ситуация злова соображает блог. Я хочу сказать спасибо Наташе. Во-первых, за то, что она есть в центре. Она тоже. Тот, кто объединяет всех людей, которые собрались в нашем коллективе. Без него ничего бы этого не было. За умение вдохновить на творчество. За умение подсказать. Есть такая особенность. Можно даже что-то спросить. Вроде бы и какую-то фразу простую одну скажет Наталья, да? Но в этой фразе потом уже сам найдешь кучу различных решений. Тоня, для меня Тоня это такое солнышко. Оно освещает наш коллектив. То есть, создает атмосферу теплую, гармоничную. Катя Лобачева, для меня вот так получилось, что это образец некого профессионализма. То есть, она работает, то есть, сына человек занятой и очень ответственна подходящему делу. Ирина, это человек, она взялась позже всех коллектив, но на ее примере видно, как она много трудно заработает. На своем произведении постоянно что-то там дорабатывает. Именно даже создается впечатление, что из нас всех, она в данном моменте работает намного больше. И уделяет внимание всем каким-то деталям. То есть, смотришь на нее и заряжаешься на то, чтобы там тоже вот трудиться, чтобы вычитывать у себя. Катя, это человек, очень близкий мне по духу. Я это чувствую, то есть, мне интересно общаться, мне много тем, мне очень нравится роман. То есть, такой, я вижу просто, ну, сходство человеческое, как-то, все же по жизни в жизни, ну, остальное, человек важный в моей жизни. Всем спасибо, что вы дети, у тех, кого нет, не называю. Спасибо. Многих, что стоило отменить, поэтому не буду, потому что... Спасибо большое вам. Аня, у меня абсолютно взаимные ощущения. Я вот прям с тобой на одной волне. Без тебя просто вообще никак. Спасибо. Еще нужно отметить, что человек, я биологик, и я человек, ну, привыкший скрывать свои чувства. То есть, то, что я сейчас это говорю, это очень-очень-очень много что значит. Спасибо большое. Аня, отдельно тогда, спасибо. Спасибо. Передавай эстафетку кому-нибудь. Я тут и даю Тоне. На. Всем добрый день. Еще раз. Спасибо большое за слова. Ну, и адрес сказанный уже. Как-то я тоже так вот подвисла немножко. Ну, в хорошем смысле подвисла. Построганно очень. Наверное, начну с Ани. С правой стороны, с моего экрана. Аня, спасибо тебе большое за то, что ты вся на связи для меня. За то, что ты открыто и честно выражаешь свое мнение. И тебе точно так же открыто и честно можно выражать. Какое бы оно ни было, по поводу чего бы оно ни было. Наверное, ты вот в протяжении уже второй мастерской просто большая-большая поддержка. Спасибо тебе большое за это. Даже не просто поддержка, это, наверное, человек, который помогает удерживать платформу под ногами. То есть, он берет платформу, опоры. Вот, спасибо большое. Как-то вот... Вот вроде как то же самое, что и Аня, это сказать, но совершенно при этом по-другому. С тобой... Тебе, наверное, спасибо за... За то, что... Что бы ни случалось... Что бы ни случалось, особенно последний что-то у меня... Месяц в мастерской был вообще какой-то ужасный. И, в общем, тебе удавалось... Сохранять ниточки. Не только в наших отношениях, но и ниточки в отношениях меня со всеми остальными. Вот за эти, наверное, самое большое спасибо. Вот. Еще я очень влюблена в твой рассказ, который космический. И, в общем... И очень спасибо тебе большое за... Твое отношение очень позитивное и поддерживающее в плане стихов. Спасибо, Рауня. Сегодня должна сказать, что... Тут вот такая вот особая какая-то ситуация с тобой у меня тоже. По той простой причине, что у нас очень с тобой все так вот неравномерно происходит. И это как-то с одной стороны очень сильно сближает, а с другой стороны это очень сложно. Но я очень рада, что у нас получается. Мне бы хотелось сохранить это. Спасибо. Наталья. Хочется быть лаконичной и запихать, как я люблю, в два слова «все». Но боюсь, что опять я не буду не поняты. Наталья, спасибо большое, наверное, за вот вселенную, которую ты для меня создала. Вот этой мастерской и этими тренингами. Причем все, не только писательскими, но на мастерской, наверное, в большей степени в писательстве. В которой я действительно могу не просто там что-то взять и идти дальше сама по себе, а вселенной, в которой могу жить. Жизнь, она бывает разная, но при этом теперь я живу полноценной и насыщенной жизнью. Спасибо тебе за это большое, за поддержку, за чуткость, за чувствование очень тонкое у меня. Ну и за то, что ты появилась в моей жизни, я чувствую, что мы просто на одной волне. Что, куда бы мы ни шуми, чем бы ни занимались, мы на одной волне. Очень приятно. Спасибо. Ирина. Туни, спасибо большое. Не знаю, Ирина с нами, сейчас не с нами. Наташа, я еще тебе хотела сказать. Можно сейчас, да? Можно сейчас, да? Я очень рада, что я вот, то, что вот ты говорила про меня, мне это очень, ну, твои слова, как говорится, мне очень-очень понравились. Очень. Я очень рада, что это так и есть. То есть, вот, если бы не ты, действительно, ничего бы не было. И если бы, вот, не мастерская, наверное, не получилось бы все это показать, рассказать и выразить. Да так хочется. И только благодаря тебе получается. Спасибо. Ой, девушки. Срочно пьем. Срочно запить. Спасибо вам огромное за то, что вы такие чуткие, такие все замечательные. Столько добрых слов в адрес каждого. У нас важно, что для каждого есть, что сказать лично. Причем это личное всегда очень теплое. Еще раз благодарю. А сейчас мне хочется предложить вам сделать такую вещь. Вот мы много сказали приятного, важного. Ну, вот, практически у каждого последний месяц был непростой. И давайте мы сейчас то, что было непростое, вот эти все мешалки и трудности на сегодня пропишем прямо в воздухе пальчиком. Как будто на стекле рисуем. Каждую в отдельности. Самые-самые главные мешалки на сегодня в воздухе пропишем, а когда напишем, сдуем их с ладони, как будто сдуваем. Еще лучше формуточкой открытой помахать, чтобы они ушли. Вот так вот, посимороним чуть-чуть на то, чтобы наша жизнь становилась все легче и легче. Чтобы все задумки были более простыми по исполнению. Но не по глубине. Давайте. Ну, как трюк, у тебя, может, было классно. Понимаете, сейчас мы будем. Ой, я выгнала. Да, выгнала. Тоже выгнала. Ну, что-то так легко сделать, вот на самом деле. Да, стало гораздо легче. Ань, выгнала? Мы выгнали. Класс. Ну, все, теперь заживем, девчонки. Я, знаете, что сейчас вам скину в чат? Одну ссылочку. Вот на такой волне освобождения кидаю ссылочку на сервис, который называется «Письмо в будущее». Наверное, знакомый с ним. Хотелось мне сначала написать его на листочке, а потом подумала, будет классно, если мы его в реальности получим. Кто-то из вас делал такое уже, себе письмо? Нет, еще нет. Нет? Нет. Я перед Новым годом себе писала, где-то за месяц написала и вообще забыла, отправила. И 1 января мне приходит письмо от меня же. Я понять ничего не могу, читаю. И там как предсказание, вот что за месяц за этот случится. Вы знаете, все исполнилось. Все, что я себе написала, оно все исполнилось. Я поняла, что это мне от меня, только когда все прочитала. Долго потом смеялась. Так вот, сейчас скидываю ссылочку. Давайте мы сейчас себе напишем письмо в будущее, небольшое такое. Здесь можно писать, кстати, своим близким. То есть, если потом захотите, можете еще кому-нибудь такое же пожелание, предсказание в хорошем ключе написать. А какая? Буквально на несколько строчек напишем себе. Здесь можно выбрать дату. Это бесплатно. То есть, ничего датить не надо. Я могу написать. Может, надо на газету сделать? В газету такое, да? Можно сделать. Ну, похоже, чтобы я помню. Ага. Ну что, пишем себе? Пишем. Пожалуй, я попозже напишу. А то я сейчас начну писать. Все в записи будет видно. Все хочешь, а я вот напишу себе, прямо сейчас, напишу буквально 2-3 строчки и отправлю. А то потом забуду опять. Таня Уварова просит ее добавить. Таня что? Таня Уварова просит ее добавить. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да будет так. Да? Да будет. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня подарили всем нам друг другу тепло. Мне лично было сейчас очень хорошо, очень необычно на самом деле. Правда, необычно. То есть моё состояние менялось прямо как радуга. И такое ощущение, что открылся какой-то, я не знаю, дверь какая-то куда-то открылась. Не знаю, как у вас. Буду рада, если вы поделитесь своими ощущениями. Прямо сейчас. Я готова поделиться, можно? У меня ощущение, мне хорошо, что появилось ощущение близости именно, скорее, физическое. То есть как будто мы рядом находимся, в одном помещении, можем друг друга видеть, трогать, подходить, ударять. Ну вот такое вот ощущение появилось. Да, у меня почти аналогичное. Только, скажем, на уровне вот именно видения. То есть видеть вижу, чувство чувствую, потрогать вряд ли. Что-то у меня вообще в последнее время очень трудно формулировать словами всё. Наверное, переход на новый уровень. Да я вообще себя чувствую как немножко в потерянном состоянии. У меня было лето, я сейчас приехала, у меня тут такая холодная весна. Я так жутко это переживаю. Я хочу обратно. Ну, контрастный душ, Кать. Да не, я знаю, что всё на пользу. Надо просто сейчас немножко привыкнуть. Да. Занято, да. Да, у меня вынапикниковались. Мне очень понравилось. Всё было замечательно. Очень приятно. Спасибо вам всем. Приезжай на дальнейшем, в вершине. Думаю, что... Так, готов к есть. Вот, на этом речь закончу, поскольку малой уже на кухне. Всё, всё, всё. Давай, давай, беги. Беги, Аня. Подведу маленький итог. На самом деле, я думаю, что любая встреча, она всегда не случайна. И любая-любая приносит нам определённый импульс для того, чтобы идти вперёд. Ну, и я просто уверена, что даже если мы сейчас до конца не почувствовали, и вроде как мы просто приятно поговорили и приятно друг другу сказали, то это в любом случае будет для каждого из нас, кто здесь был, хорошим импульсом для получения того, что мы хотим. Именно для того, что мы замыслили, задумали. Желаю нам всем хорошего лета. Пусть оно уже сейчас наступает. И мы всё равно все рядом. Спасибо всем. Спасибо за такой своевременный пикник. Прямо вот вовремя. Очень не хватало именно вот этого. Я рада. Поддерживала. Всех. Что и вовремя. И в общем очень хорошо. Очень приятные слова. И вот ощущение сегодня какой-то вот большей близости. Да, связь прям хорошо так пошла. Больше реальности даже, наверное. И близости. Прекрасно. Кстати, вопрос. У меня вот сейчас вот написался диалог на чуть больше, чем страничку. Я не знаю, куда его девать. Но просто хочу показать. Где его размещать, чтобы показывать. Так может быть прямо в чате? Ну, в принципе, да. Наверное. Да, так, наверное, лучше будет. Все посмотрим. Спасибо. Ну что ж, девушки. Еще раз всем. О, Таня присоединялась к нам. Привет. Таня, а мы как раз прощаемся. Ну вот, надеюсь, что у меня запись получилась. Не знаю, насколько она получилась. Там для тебя добрые слова сказаны. И послушай их обязательно. Хорошо. Спасибо еще раз всем. Большая благодарность за то, что вы подошли. Надеюсь, что мы будем дальше идти рука об руку. И друг друга поддерживать и помогать. Всем спасибо. Спасибо. До встречи в работе над выпуском. Да, до встречи, девушки. Пока всем.